Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео у нас будет, как вы уже поняли, из названия о пустых баночках. Если вам такая тема интересна, конечно же, продолжайте смотреть. Ну и прежде чем приступать непосредственно к теме видео, я, конечно же, призываю вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны и случайно попали на это видео. Если вы любите видео про косметику, как декоративную, так и уходовую, про аутфиты, то, конечно же, вам сюда, но также про пустые баночки. И у меня есть инстаграм, в котором обновление происходит каждый день. Ну а также не забывайте проявлять активность под этим видео, ставить лайки, оставлять комментарии, что из этого вы пробовали, что не пробовали. Ну а мы давайте приступим сейчас к рассмотрению всех пустых баночек. Я нахожусь, продолжаю находиться за кадром, как уже в последние месяцы это происходит, даже больше, в связи с тем, что моя камера в ремонте. И, конечно же, сегодня узнала я эту приятную новость, что вроде бы ее скоро отремонтируют. Надеюсь, она будет работать хорошо и без всяких приключений в дальнейшем обойдется, потому что мой ремонт затянулся уже более чем на месяц. Да, вот такие бывают сложности у блогеров. Первое, что покажу вам, будет мицеллярная вода. И, наверное, я отставлю этот пакетик. Пакетик показала, чтобы вы видели масштабы, в принципе, бедствия пустых баночек, которые вы сегодня увидите. Что приходится собирать целыми месяцами, чтобы вам показать. А я его беру в сторону, чтобы он нам не мешался. И показывать вам буду непосредственно уже те продукты, про которые буду говорить. Первое, это мицеллярная вода от Гарнии для чувствительной кожи. Наверное, это будет моя последняя баночка за последнее время. И в будущем навряд ли скоро я ее куплю. Мне кажется, по моим внутренним ощущениям, я слышала от некоторых девочек, что у них тоже есть на нее аллергия. К сожалению, когда удаляю макияж с глаз, в некоторые моменты, ну, я понимаю, что что-то мне там щиплет глаза. Может, какая-то передозировка у меня ее случилась. Поэтому я ее убираю. Если у вас было такое же, напишите, пожалуйста. Мне очень интересно собрать эту статистику, вызывала ли она у кого-то негативные явления. Потому что на мицеллярную воду Гарнии я перешла после Лореаль. И Лореаль много, там, несколько лет пользовалась, и не было у меня ничего. А вот Гарнии, к сожалению, после, получается, тоже некоторого времени использования, случилась вот такая штука. Я подозреваю на нее, есть такие подозрения. Сама водичка неплохая, макияж удаляет неплохо. Если вы человек не аллергичный, ну, или не боитесь какую-нибудь аллергию получить, то можете попробовать. Потому что она стоит очень дешево, бюджетно. Я думаю, что нет человека, который бы, если не пробовал, то хотя бы не слышал про эту мицеллярную воду. Если мы с вами идем по уходу за лицом, то, конечно же, я покажу следующий продукт именно уходовой косметики для лица. Это тоник от Дерма-И, марка, которая продается на iHerb. И марка, которая является очень популярной, в том числе и этот тоник, который с гликолевой кислотой, тоже является очень популярной. Также в нем есть витамин А. Но, к сожалению, на меня он практически никакого впечатления не произвел. На твердую, на 4, 4 с минусом этот продукт, я не увидела от него никакого эффекта. Он не делает хуже, но и не делает лучше. Я не чувствую супертонизирование с ним, поэтому я не могу сказать, чтобы что-то меня зацепило заказать этот продукт снова. Если вы его пробовали и вам он нравится, я, конечно же, не против, потому что я знаю, что у этого тоника множество поклонников. Теперь перед нами уже мист, тонер или, как хотите это назовите, Time Revolution от марки Misha. Я, конечно же, повелась, не знаю, как это назвать, купилась на многочисленные хорошие классные отзывы об этой бутылочке, которые давали многие блогеры. И я решила, что мне тоже, наверное, понравится. Но, к сожалению, наверное, моя дружба с маркой Misha не складывается. У меня от них вот это второй продукт и второй продукт мне не подходит. А учитывая, что марка Misha является корейской маркой, но при этом не совсем бюджетной, как многие другие корейские марки, то, конечно же, не очень сильно возникает желание снова покупать. Это что-то вроде тонера, который находится в стеклянной, добротной, очень красивой бутылочке. Я, любя красивые бутылочки, купилась на это, конечно же. Но, как мне советовали наносить и руками, и ватным диском, да, я пробовала наносить и так, и так. Никакого эффекта, опять-таки, неплохо, нехорошо. Для того, чтобы заплатить больше 1000 рублей вот за эту бутылочку, достаточно быстро она расходовалась, достаточно неудобная вот эта здесь штучка, из которой она выливалась. Я вообще ничего не ощутила хорошего от этого тонера, от этого, так скажем, подготовительного этапа, от этой эссенции к основному уходу. Нет, 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 я вам не советую. И эти 150 мл ушли достаточно быстро, несмотря на то, что я не очень любила им пользоваться. Но водичка, она более жидкая, нежели у других эссенций, например, у эссенций от опьё, моей любимой марки. И там эссенция, которую ты в состоянии наносить руками. Здесь же эта вода реально похожа на тоник, она ничуть не густая, поэтому осложненно наносить руками, но в то же время, ну вот, ничего хорошего в ней нет. Следующий продукт тоже от корейской марки, это уже марка из фолио, это коллагеновая маска для лица, ночная, которая несмываемая, подходит, ее намазали на ночь, и она воспитает, подтягивает лицо и делает все, что только может хорошего. Но, к сожалению, здесь было целых 100 грамм, у меня она не пошла, сначала она мне понравилась, потом у меня появились продукты, которые мне нравились больше. И поэтому, как вы видите, в достаточно большом объеме я ее выбрасываю, потому что маске уже много времени, я не хочу рисковать. Тем более, я вижу, что я ее реально пользоваться перестала, у меня есть другие, более классные, более хорошие альтернативы. И вот здесь тот случай, когда 100 грамм оказывается очень много, мне бы, наверное, хотелось, чтобы производители обратили такое внимание и выпускали, возможно, там, 20-граммовые, 30-граммовые, а может, даже и меньше упаковки. Но не в качестве пробников, а в качестве мини-версий, которые можно купить, попробовать и потом уже купить большую баночку. И мне было бы так гораздо удобнее. Я думаю, что многим так бы было удобнее. Что касается данной маски конкретно, она практически без запаха, она неплохо увлажняет и питает лицо. Но, повторюсь еще раз, у меня появились гораздо более лучшие варианты. И эта маска была оттеснена на дальние позиции, я перестала ей пользоваться. Поскольку стоит она недорого, попробовать вы ее можете. Продается она в магазине «Подружка». И одно время были очень популярны эти хрюшечные коллагеновые маски. Вот я ее тоже как раз купила. Но, к сожалению, приходится от нее избавляться. А вот тот самый случай, когда 125 мл оказалось мало. Это эмульсия с экстрактом чайного дерева от моей любимой корейской марки «Апью», которая тоже продается в магазине «Подружка». И данная эмульсия, поскольку, как мы понимаем, чайное дерево подходит для проблемной кожи и имеет успокаивающее противовоспалительное действие, то, конечно же, она подойдет для проблемной кожи, для кожи, склонной к каким-то высыпаниям и так далее. Там есть целая линейка вот этого ухода с чайным деревом. К сожалению или к счастью, я пробовала только эмульсию. Я не считаю свою кожу супер проблемной. Она у меня просто такая очень-очень жирная. Иногда имеются высыпания, но сейчас они с использованием моего ухода случаются все реже и реже. Я использовала ее, наверное, около полугода, может месяцев пять, каждый день утром и вечером под свой основной уход. Основной уход, но крем мог быть разным. И данная эмульсия не конфликтует с кремами той же марки, но может конфликтовать с кремами других марок. У меня так случалось, что на ней скатывался крем от какой-то другой марки, дневной крем. Поэтому имейте это в виду. Также имейте в виду, если у вас могут быть какие-то проблемы с чайным деревом, с маслом чайного дерева, или вообще, в принципе, с содержанием каких-то масел в уходовых средствах. Если от этого у вас могут возникать какие-то высыпания, подкожники или что-то еще, то, конечно же, я вам ее тоже брать не советую, потому что такие случаи происходят. И я хотела бы вас именно от этого предостеречь. А мне конкретно это является очень хорошим продуктом. И у меня уже стоит второй. И как раз коллега по работе, который не подошел, не подошла эта эмульсия из-за того, что в составе есть чайное дерево, поделилась ею со мной, и я буду с удовольствием снова пользоваться. Легкая, не тяжелая, да, это два синонима. Не липкая, хорошо впитывается и, как понимаете, очень нехорошо успокаивает кожу. Вот эти две штучки опять от корейцев. И, как видите, как много корейского ухода стало присутствовать в моем ежедневном арсенале, да, так скажем. И вот эти две баночки безумно красивые от марки Mizon. Это тоже корейская марка, которая продается на сайте iHerb. Ну, ее также можно купить наверняка на других сайтах, но на iHerb, наверное, проще всего. Так вот, данные баночки коллаген и гиалуроновая кислота. Гиалуронка мне понравилась больше. Коллаген тоже нравился, пока я не купила ему достойную альтернативу от марки Limani, которая мне понравилась гораздо больше. Но, в общем и целом, это такие сыворотки жидкой консистенции, такая густоватая водичка, может, густоватый гель с пипеточкой. Кстати, пипетка в конце уже не достает до дна и приходится переворачивать банку и выливать. Такие в форме пипеток мне очень нравятся для использования. Я реально фанатом являюсь такой формы выпуска, потому что это выглядит очень красиво и как-то по-аптечному, что ли, серьезно. Хорошие, хорошо действуют на кожу и увлажняют, и питают, и помогают подтягивать. Вот эту в конце уже использовала на шею даже. Также можете спокойно заказывать. Марка Mizon тоже является одной из моих любимых марок. Если вы доверяете моему мнению, и у нас сходится с вами предпочтение в косметике, в уходовой, то можете со спокойной совестью заказать, и вы не прогадаете. Следующая у нас уже Andalou Naturals, и эта марка тоже с сайта iHerb. Это подсвечивающая маска с гликолевой кислотой опять. У нас здесь тыква и мед. Что я могу сказать? Хорошо, что у нее был маленький объем, всего 50 грамм. Я использовала ее, и дочка моя использовала. Ей было более-менее, мне никак вообще. Во-первых, эффекта подсвечивания после использования маски ноль. То есть эффект нулевой после нее. Но, как я уже до этого рассказывала вам, есть у меня отдельное видео про мой уход. Я там показываю эту маску как раз. Она жутко жжет лицо, обжигает мне. Потом никаких покраснений нет. Но настолько дискомфортно в те 10-15 минут, пока ты ее держишь на лице, у тебя просто все лицо горит. Это неприятное ощущение, как будто тебя реально какой-то кислотой обожгли. Поэтому не хочу на такие жертвы идти, когда результата никакого нет. И эту маску я вам к покупке не советую. Хотя у нее очень-очень много поклонников. Она реально нравится многим людям. Выбрасываю крем для шеи. Против морщин для шеи. От марки Clorans. Вы видите, тут осталось совсем чуть-чуть. Потому что тоже уже очень-очень много ему времени. Он у меня даже, я могу сказать, долгое время стоял и я не использовала. Но я могу назвать крем отдельный для шеи таким неким баловством. Я считаю, что со спокойной душой вы можете наносить крем, который для лица, почему бы он не работал на вашей шее. Чем отличается? Ну, она, конечно, отличается кожа на лице и на шее. Но я не думаю, что крем для лица сделает хуже для вашей шеи. Поэтому сейчас я именно так и делаю. Многие свои уходовые продукты я не жалею на шею и на зону декольте в том числе. А вот это баловство, которое я забывала отдельно наносить себе на шею, у меня сейчас идет в утиль. Конечно, я не могу сказать, что крем плохой. Крем хороший, нежный. Мне нравилось, как он работал. Но забывала открывать там 50-ю по счету баночку, чтобы отдельно помазать чем-то свою шею. Только в этом оказалась вся проблема. И, к сожалению, крем уже теперь просрочился. И его в целях безопасности все-таки нужно выбросить. Из ухода для лица у меня осталось еще вам показать вот такая Ревива Лапс марка. Тоже iHerb. Здесь подтягивающая и против морщин сыворотка, да, мы видим. Но вот вообще впечатлений ноль. Здесь с помпочкой, с помощью которой вы выдавливаете, тоже такое гелеобразное вещество у вас прозрачного цвета. Во-первых, мне все время хотелось, чтобы она поскорее закончилась. Да, было жалко потраченных денег на нее. Вымазала, по-моему, на шею, потому что эффекта ноль. Желания ею пользоваться какого-то не было, потому что есть в арсенале средства, которые действуют. И я не советую ее к покупке. К сожалению, оказался прокол. А я купила сразу две таких сыворотки. Одну закончила раньше, одну позже. Но нет, нет и еще раз нет. Посмотрите на эту бутылочку внимательно. Если моему мнению доверяете, то не покупайте ее. А вот это моя любовь на долгие-долгие времена, я думаю. Аквапилинг тоннер от марки Апью. Здесь целых 275 мл, что не может не радовать. Также не может не радовать герметичная абсолютно упаковка, где вы просто с помощью помпы добываете тоник себе на ватный диск. Я обожаю этот тоник. Я уже начала и купила себе новый. Я поняла, что лучшего тоника в моей жизни, пожалуй, даже не было. То, как он освежает реально и тонизирует лицо, у меня с другими тониками такой дружбы не случалось. Я просто, когда его наношу на лицо, я понимаю, что это что-то невероятное. Прям свежесть с одного прикосновения. И это очень классно и приятно. Поэтому я вам его, безусловно, советую и рекомендую к покупке. Если вы еще пропустили, то марка Апью продается в магазине Подружка. У них также есть онлайн сайт. И у меня закончился уход для лица. И теперь покажу некоторые другие вещи. Что-то будет для тела, что-то для волос. Омега-3. Известный всем рыбий жирс. Я советую всем к приему эти капсулы. Конечно, я сейчас, может, не знаю, у меня развился уже эффект плацебо. И я сама себе внушаю. Но я себя чувствую очень хорошо. Не только с этими капсулами, но и со множеством других. Кстати, в Инстаграм, в сторис я сохранила последний свой заказ, который я делала с сайта iHerb. И там множество разных таблеток есть, которые я заказала. В том числе новую версию. Я заказала уже омега-3, 6, 9. А, вот тут 200 гелевых капсул. И от этой марки. Марка очень хорошая. Я от нее практически все БАДы заказываю. Поэтому имейте в виду. Вам она тоже может понравиться. Дальше у нас идет вот такой скраб с авокадо. С косточками авокадо или с маслом авокадо. Да, там все вместе содержится. От Планета Органика. Как вы видите, тут ничего нет. Это очень приятная такая спа-процедура, я бы сказала, для вашего тела. Потому что запах обалденный. Нежность обалденная. Если вы любите жесткое скрабирование, то это не про этот продукт. Но, если вы иногда любите такое что-то нежное, приятное, при этом очень хорошо ароматизированное. Получить какое-то удовольствие для вашего тела. Потому что также кожа остается такой нежной после этого скраба. Потому что тут есть еще масло авокадо. То я вам очень советую и рекомендую. Один из любимых моих скрабов. Именно таких, которые являются нежесткими. А про жесткие скрабы, это, конечно, отдельная история. Их тоже нужно использовать. Но вот этот я вам очень советую. Прямо спа такой для вашей кожи. Ну, у нас еще от Клоранс, как вы видите, лифтинг такой для тела. Лифтинг крем. Я для себя поняла, у меня множество было средств от Клоранс куплено. И я для себя поняла, что, в принципе, покупка Клоранс может не всегда являться оправданной. Неплохие средства, приятные для использования, хорошие отдушки и так далее. Но я вижу больше эффекта от других средств. И больше результата от использования других средств. Поэтому я сейчас уже предпочитаю другие марки для тела. Клоранс, которые, да, могут быть иногда являться более бюджетными. Но при этом работающими хорошо. Данный крем, ну, просто допользовала тоже. Потому что уже ему достаточно много времени было. А нужно использовать, да, и чтобы покупать что-то новое. Здесь 200 мл. Ну, такая средняя оценка. Ни восторгов, ни супер разочарований. Просто что-то среднее. Если бюджет вам позволяет, можете себе купить. Если не позволяет, то ищите что-то другое. В том числе и в моих видео. И в советах других блогеров присутствуют и более бюджетные продукты. Ботокс для волос. Так назывался этот шампунь. От марки Кейпро. И продается он в профессиональных магазинах. И я вам его посоветую. Если... Он, конечно, стоит не дешево совсем. Но если у вас тонкие, без объема волосы, к тому же склонные к жирности. Все это присутствует у меня. То этот шампунь помогает, во-первых, и уменьшить жирность. И придать объема. И как-то сделать их, не знаю, более плотными, что ли, по консистенции. Мне шампунь очень понравился. Пока что из-за его дорогущей цены я не решилась. Ну, наверное, не супер дорогая. Но для шампуня мне кажется дорогой. Потому что у меня шампуни очень быстро уходят. Я мою голову каждый день. И вот это мне получается достаточно накладно. Он стоит больше тысячи рублей. А может даже почти две тысячи. Поэтому, наверное, решусь. Но не сейчас. А в принципе шампунь очень хороший. И вот я реально видела от него результат на моих волосах. Супер классно. Поэтому советую вам его к покупке. Стандартные вещи, которые заканчиваются, это лаки для волос. Потому что видео снимается один раз в несколько месяцев. И у меня за это время успевает закончиться некоторое количество лаков. Потому что я тоже пользуюсь ими каждый день. Есть вот такой супер стойкий лак. На то, чтобы у вас просто все держалось как прибитое. И есть вот такой легкий лак, который не сделает вам эффекта именно на вашей прическе. Но его можно подбрызгивать на корни для придания объема некоторого. Потому что тоже мне это требуется. И да, неплохие лаки именно за свою цену. Лучшего пока что для себя я не нашла. Пудра от Urban Decay. А что же помогло мне ее закончить? А помог мне ее закончить абсолютно несчастный случай, который случился именно с ней. Я эту пудру ни за что не рекомендую вам к покупке. И за ее ужасной, дешевой и упаковки, которая не достойна такого продукта. Продукт сам был неплохой. Но уже через какое-то время после покупки я почувствовала, что упаковка перестала хорошо закрываться. Означает, что здесь что-то надломилось и треснуло. И потом, уже через некоторое время, после того, как я ее использовала только дома, я не носила ее ни в сумочке, никак не таскала. Было очень аккуратно с ней обращалось. И я держа вот за эту верхнюю крышечку, у меня отваливается просто нижняя крышка на пол. Пудра вся рассыпается. Внутри тут белая такая транспарантная пудра прозрачная, которую не видно. Вся пудра вываливается на пол. И это крушение всех надежд. На самом деле можно, не знаю, порадоваться, не порадоваться, что она закончилась. Я понимаю, что она немножко матирующий эффект оказывала, но не 100% хороший результат давала при матировании. И вообще я не была фанатом, так скажем, этой пудры. Но неприятно, что у такой достойной, приличной марки случилась вот такая вот история с упаковкой. Упаковка, на самом деле, на мой взгляд, выглядит дешево. Поэтому, нет, я не советую. Хотя многие блогеры расхваливают эту упаковку, но я бы не сказала, что она выглядит дорого. И еще один продукт от марки, который является, безусловно, хитом на ютюбе. Это Eyeshadow Primer Potion. Это база под тени для век, для глаз. Хороший, достойный продукт, но ужасно неудобная упаковка. Посмотрите, что у меня с ней происходило. Я в последнее время просто добивала этот праймер, хотела его закончить, потому что я устала мучиться и с упаковкой, и так далее. Неудобно, жутко неудобно. Говорят, раньше у них были другие упаковки, но мне досталась вот такая. Но на нем тени хорошо держатся, хорошо тушуются, хорошо цветность передается. То есть, все абсолютно замечательно. Это у многих людей является любимым праймером под тени. У меня из-за упаковки он любимым не станет, потому что, повторюсь, продукт жутко неудобен в использовании. Идем дальше. И здесь у нас Catrice Prime & Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Замечательная база под макияж. Как вы думаете, я, конечно же, ее допользовала не сама. Как-то незаметно у меня из моего косметического шкафа ее забрала дочка и очень активно ей пользовалась. Конечно же, ей она очень понравилась. Впрочем, как и мне, я советую эту базу, потому что она является аналогом многих более дорогих баз. В том числе я ее сравнивала с маркой Embryolist, которая тоже такая матирующая, но при этом Hydromat она называется. То есть, матирующая, но при этом увлажняющая. Здесь тоже самое. Никаких там масел или чего-то в составе. Кремообразная такая база. Здесь ее, к сожалению, не осталось. Это что-то высохшее уже. Кремообразная база в виде кремика легкого наносится. И на самом деле помогает сохранить матовость в течение дня. Я думаю, что я однозначно буду повторять. Если у вас кожа не жирная, а что-то другое, то вот у этих баз есть целая линейка. Там есть и для сияния, и для чего-то еще. Присмотрите, что удобно для вас, потому что вот эта линейка у Catrice очень хорошая вышла. И Catrice вообще считаю достойной маркой, которая очень часто выпускает хорошие продукты. Тушь Chicago от Artvisage. Как вы знаете, те, кто смотрит меня постоянно, это моя любимая тушь. И у нее пока конкурентов не нашлось. Закончился очередной тюбик, который я решила выбросить. Хотя тушью тут можно было бы еще пользоваться, в принципе. У нее вот такая щеточка силиконовая с короткими ворсиночками. Все, что я люблю, в ней есть. Объем, подкручивание, удлинение, сохранение изгиба, который вы сделали керлером. То есть все-все-все в этой туши. Я люблю эффект драмы, я не люблю эффект невидимой туши. Зачем наносить невидимую тушь, говорю я. Если можно ее тогда просто не наносить. Если вы любите эффект без туши, не наносите ее. А здесь тушь очень такая драматичная, выделяющая вас из толпы. Делающая ваши глаза объемными, красивыми и обрабленными такими пушистыми ресничками. Поэтому очень и очень советую. Хотя тоже знаю, что не всем подходит. Но большинству, 90% людей, она нравится и подходит. А учитывая ее бюджетную цену, то, конечно же, можно попробовать. И в конце имеем два продукта для бровей. Первый называется Гимми Брау от Бенефит. Где-то он завалялся, на самом деле давно уже не пользовалась. Абсолютно они идентичны с продуктом таким же от Эссенс. Как же он называется? Но я сейчас им пользуюсь. Тоже что-то с Брау связано. И упаковка, и щеточка, и то, как выглядит на бровях. Поэтому вообще не вижу. Сейчас они, конечно, перевыпустили и все выглядит по-другому. Но у Эссенс, возьмите, Мейк Ми Брау, по-моему, называется. Возьмите, попробуйте. Этот гель для бровей замечательный. Стоит 150 рублей. И вообще просто является абсолютным аналогом Гимми Брау от Бенефит. Вот эту я повторять точно не буду, потому что такую цену платить за продукт, которого есть аналог в 10 раз дешевле, не знаю зачем. И вот у нас Брау Аркад. По-моему, Аркейт можно назвать. 0,2 оттенок. Девчонки, бегите. Кто еще не пробовал? Вивьен Сабо. Карандаш для бровей. По-моему, это абсолютный хит. Среди всех карандашов подобных выпусков, таких микро, называем, микро Брау Пенсилс, многие их так называют, данного карандаша хватает больше, чем на полтора месяца. То есть месяц и 20 дней где-то мне его хватило. Красить брови абсолютно каждый день, да, это был мой эксперимент. Я хотела попробовать, насколько его реально хватит, потому что аналогичного карандаша от Катрис хватает на неделю-полторы максимум. И это вы понимаете, да, даже если карандашик бюджетный, но если тебе приходится покупать 4 штуки за месяц, то это получается совсем не бюджетно. Данный карандаш стоит 200 рублей на скидках, 250 рублей там без скидок, но его хватает на безумно долгое количество времени, и это реально получается бюджетно. Очень удобная, хорошая щеточка, хорошо красит, хорошо прокрашивает. Для меня является таким абсолютным хитом, вот тут чуть-чуть осталось, не ломкий, не растекается, все в нем идеально. Не знаю, будет ли что-то другое у меня лучше, с лучшими отзывами, чем этот карандаш. Ну, конечно, нет предела в совершенству, возможно, и найдется что-то, но Vivienne Sabo реально молодцы, потому что выпустили вот такой хитовый карандашик. Итак, все продукты на сегодня вам были показаны, как вы видите, их очень и очень много. Не стесняйтесь абсолютно, задавайте любые комментарии по этим продуктам или по чему-то другому. Давайте встретимся в комментариях, а также не забывайте ставить лайки этому видео, подписываться на мой канал и на мой инстаграм. Всем пока-пока, до встречи в новых видео!